Юрист рассказал, как полиция и работники ТЦК делают из мужчин – уклонистов. Юрист объяснил, какое вручение повесток суд считает незаконным и что нужно знать военнообязанным мужчинам о внесении их данных в базы «Обирик» и «Армор», об этом пишет РБК «Украина», проект «Эстейлер», со ссылкой на публикацию адвоката Романа Симутина на YouTube, как полиция и ТЦК делают из мужчин – уклонистов. А вы заметили, как за последние недели все изменилось? Теперь не только полиция стоит с планшетами, но и работники ТЦК. Это они работают с базой «Обирик». А еще информацию в базу вносят вручную, как и данные о получении повесток. И фактом подтверждением вручения повесток служат рапорты, акты, докладные ЖЭКов о вручении с платежками, фото повестки в дверях, заявляет юрист. Напомним, что база «Обирик» – это государственный реестр, содержащий информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет. Симутин отмечает, что в этой базе «Уклонистами» становятся даже 20-летние мужчины, которых просто по закону не могут мобилизовать, им даже теоретически нельзя пришить уклонения, потому что мобилизация разрешена только с 27 лет. «Сейчас поднимают кучу тех бумаг, которые когда-то накопили и без разбора вносят все в базу. Неважно, вручили вам повестку лично, вставили в дверь, бросили в почтовый ящик с платежкой на коммуналку и тому подобное. Главное какой-то факт вручения. А законно ли законно оно, говорит Симутин, он отмечает, что для суда вручения повесток путем оставления их под дверью – это не доказательство, а информация из базы «Армор» не может служить доказательством вины и розыска, как следствие, у полиции отсутствуют основания для задержания», – отмечает юрист. В каком случае военнообязанные мужчины считают уклонистами? Если вы действительно уклонист, дважды получили повестки или прошли ВВК, получили повестку на отправку, но не явились, то вас поймают и накажут. «Но когда вам ни разу никто не вручал повестку, тогда обращайтесь к адвокату, защищайте свои права в суде и победите», – говорит юрист. Напомним, что наказание за неявку в ТЦК может быть разным. Если повестка касалась уточнения учетных данных, то назначат штраф от 1500 до 3400 ГРН. За повторную неявку в военкомат предусмотрен штраф до 5100 ГРН. Если суд признает мужчину уклонистом, то ему грозит лишение свободы от 3 до 5 лет. Ранее мы писали о том, имеет ли право полиция задерживать мужчин из-за того, что они находятся в розыске ТЦК. Читайте также о том, какие три причины являются уважительным основанием, чтобы не прийти в ТЦК за повесткой. Субтитры создавал DimaTorzok